Всем привет! Меня зовут Роман, в эфире новости. Если вы это смотрите, у вас наверняка сегодня вечер среды. У меня, напоминаю, вечер вторника. Это важно, потому что будем говорить про курс криптовалют. У вас он может быть в среду уже другой, но как бы как есть. Ну и еще зачем я это говорю? Правильно, чтобы напомнить, что завтра в четверг в 18.30 у нас стрим. С 18.30 и до 20.30 можно будет прийти на стрим, задать мне вопросы и получить от меня ответы. Ладно, по сложившейся традиции давайте поговорим о грустном, ну или не очень, курсе криптовалют. Биткоин 50 тысяч, ну по крайней мере 49, бла-бла-бла-бла-бла, ну и 3-400 с копейками у нас эфир. Правда рост цен на фоне прошлого падения происходит совсем без объемов. То есть кто-то очень хочет ваших денег, чтобы вы купили, а кто-то продал. Прямо как в прошлый раз. Но если вы считаете, что сейчас самое время биткоином закупиться, то наверное вы все-таки ошибаетесь. Но как бы останавливать вас не буду. Каждый совершает свои ошибки сам. В Coinbase около 6000 аккаунтов пострадали после недавнего взлома. Ну и как бы эти средства куда-то утекли. Сумма очередной кражи с очередной биржи не уточняется, но как бы имейте в виду. Ну а между тем в мире наблюдается нехватка песка. В смысле кремния для производства кремневых пластин. Ну по крайней мере цена на него взлетела в 300 раз. Маленький факт, который как говорится небольшой кирпичик в большой стене дефицита комплектующих. Потому что говорят о том, что дефицит, ну и поставки компонентов для производства вот этого вот всего радиоэлектронного очень неоднородно. Ну и на этом фоне AMD Shagall. Напоминаю это 5000 тридрипер, который вот-вот должен был выйти, не выйдет. Ну по крайней мере прошел слушок, что он откладывается до 2022 года. Если честно он как бы таким образом вообще не отменился по одной очень простой причине. Уже к третьему кварталу 22 года должны появиться тридриперы, эпики и настольные процессоры на Zen 4. Ну и как бы полгода до появления новых процессоров, ну окей, пусть там будет 7, 8, 9 месяцев. Такое себе имеет ли смысл его в принципе выкатывать на рынок. Ну понятно, что смысл наверное все-таки есть, но вот это вот откладывание уже практически в течение года... Зачем? Ну ладно. Потому что у AMD есть как бы и успехи 6600 не XT версия. Карта все-таки выйдет, правда непонятно сколько она будет стоить в рознице. Наверное никак не дешевле 600-700 долларов. Ну и что она может за этот бюджет предложить? Уровень производительности если не трогать Ray Tracing и DLSS, ну и правильно выбрать игры для тестов, то где-то уровень RTX 3060. Насколько мы знаем 6600 XT значительно быстрее в такой ситуации и легко может потягаться с 3060 Ti или даже 3070, если конечно повезет. Правда стоит включить Ray Tracing и она уже где-то на 30 процентов медленнее. Ну не везде, в среднем на 15, но окей, чем RTX 3060. Если включить DLSS, шансов у нее не останется. Поэтому будем надеяться, что она будет стоить все-таки сильно дешевле, но значит сильно для нас, доступнее. Потому что кроме как с 3060 ее у Nvidia сравнить не с чем. 3050 и 3050 Ti в настольный сегмент так и не вышли. Впрочем у Nvidia будут все-таки новые видеокарты. Супер версии? Да, больше карт богу видеокарт. По крайней мере сейчас модельный ряд Nvidia несколько запутан, по крайней мере для майнеров, которые охотятся за не LHR видеокартами. Ну и Ti не добавляют, скажем так, понятности в происходящее. Ну и появятся супер версии, которые будут идти часто с удвоенным объемом видеопамяти. Не все конечно. И немножко увеличенным количеством блоков, частотами и так далее. Ну то есть более быстрой версии. Кстати появится 3070 Ti на 16 гигов. А почему супер ее не назвали? Непонятно. Все супер и 3070 Ti 16. Nvidia хотела выпустить карты с удвоенным объемом еще до того, как эти карты появились в продаже. Такие слухи ходили. Еще до анонса 30 серии и вуаля. Год спустя карты с таким объемом памяти все-таки выходят. Впрочем новости с видеокартами наверное еще не все. Intel DG2 или Intel Alchemist задерживается до 2 квартала 2022 года. По слухам опять же, но мы ожидали его вот прямо после нового года в течение первого месяца января. Уже чуть ли не в продаже. Но судя по всему не все так гладко и карт возможно мы не увидим. Это опять же слухи, но которые увы имеют свойство сбываться. Ладно, ничего не поделаешь. Как бы Alder Lake совсем на подходе. Он совсем скоро появится. Потому что появляются цены на процессоры, цены на материнские платы. Те счастливчики, кому процессоры заслали сильно до, как говорится, уже успели погонять на них память. Но давайте во всем по порядку. Ценник. На Амазоне появились цены на 12900К. Правда и на остальные процессоры тоже, но там пока с ценами не очень понятно. Вот с 12900К ценник довольно интересный. 900 баксов. 900. Чет как-то сильно выше чем мы видели ранее. За 700 прям пушка-пулемет. За 900. Нет, да, процессор, как мы уже знаем, тесты были. Довольно обещает быть удачным. Но как бы за 900 и это там, а не у нас здесь. У нас здесь это косарь-косарь 100. Судя посмотрим, как это будет на самом деле. Понятно, что эти цены еще не настоящие. Ну и как бы будем видеть, во что это выльется. Боюсь, что новое поколение процессоров может оказаться слишком дорогим. Особенно учитывая цены на материнские платы. Ну как бы да, и цены на материнские платы всплыли. И они начинаются там со 180 что ли баксов. Но если посмотреть на них внимательно, внимательно, то Strix F обычно первая более-менее серьезная плата у Asus, которая на самом деле заслуживает внимания. Ну Strix A и Strix F. И там как бы бюджет 400 долларов за плату. 590 плата в том же магазине стоит 350. Ну то есть примерно те же цены, что и у нас. У нас наверное даже немножко подороже. Ну то есть стоит рассчитывать на приличную плату в 450 баксов. Правда плюсом является наверное то, что заявлено системам питания 14 плюс 1, как и у младших материнских плат вроде бы. Возможно, возможно на Asus в этот раз на младших платах будет довольно серьезный VRM. И 12900K, ну или хотя бы более младшая версия 12700K будет без проблем запускаться на плате долларов за 250-300. Ну какой-нибудь TUF выйдет и как бы вопрос снимется. Но учитывая, что обычно мы рекомендуем у Asus брать начиная от Strix A и 400-450 долларов за него. Это как-то больно если честно. Впрочем ничего неожиданного, это было ожидаемо. Энтузиасту на 12900K удалось разогнать память до 8000. Ну как бы что ожидаемо, что процессоры должны с этой памятью работать. Потому что по факту DDR5 у нас в третьем своем поколении, не в первом, в первом у нас там 6400 пики, по крайней мере в обычных ситуациях, то как бы до 10000 память должна в принципе как под закат жизни DDR4 должно быть нормальным явлением. Ну и соответственно разгон штатной памяти, правда на пятидесятых таймингах, но до 8000 в целом абсолютно нормальная ситуация. Возможно уже к новому году или там в первом, втором квартале мы уже увидим вот эту самую вторую итерацию памяти, где 8000 будет нормой, а не разгоном. Ну как оно всегда было и сам факт просто сам факт. Просто чтобы рассказать вам о том, как работает Alderlake с памятью, что поддерживает высокочастотную память и все там будет хорошо. Вместе с настольным Alderlake, кстати, должен появиться и мобильный сразу в двух исполнениях. Первое до 14 ядер на мобильной платформе, второе до 10. MP и M соответственно исполнение. Ну как бы просто интересный факт. Просто 14 ядер на мобильной платформе. Как они будут скомпонованы, пока не очень понятно. Будет это 6 плюс 8, 8 плюс 6 или там 10 плюс 4, пока не очень ясно. Но факт остается фактом. Достаточно, скажем так, впечатляюще выглядит. Особенно с учетом того, что в пике сейчас в мобильной платформе у нас 8 ядерные процессоры. Ждем, ждем, ждем Alderlake. Новости по данному процессору обещают, скажем так, что он будет стронг и очень хочется на это посмотреть. Ладно, с железом наверное все, но еще есть одна новость, которую я должен озвучить. Это Windows 11. Да, прямо сегодня, когда я это записываю, она зарелизировалась. Полгодика, ну хотя бы пару месяцев стоит подождать перед тем как ее устанавливать. Во-первых, она еще не супер стабильна. Ну ладно, это в принципе. На момент выхода любой операционной системы от Microsoft нормальное явление, то есть она уже сейчас ей можно пользоваться. Но есть нюансы. Одним из таких нюансов, достаточно серьезных, является система защиты в 11 винде, которая режет производительность в игрульках на 25 процентов. Это очень много, это очень больно. И в общем если вы как бы 11 винду планируете себе ставить, то с этим нужно разбираться и как бы за этим следить. Потому что 25 процентов это по текущим меркам там 1000 долларов в стоимости компьютеров, а то и полторы. Ну то есть очень много денег. Вот уже по одному этому факту выглядят довольно сыры. Ну впрочем опять же Microsoft с этим как обычно наверное справится, правда не сразу. Но будем посмотреть, будем ждать более стабильных версий. Потому что как организация мы пока не готовы перейти на 11 винду, просто потому что еще есть вот такие нюансы, которые не позволяют ее рекомендовать обычным пользователям. Ну как бы вот теперь с новостями точно все. Как говорится на этом все. Не забудьте прийти завтра на стрим и задать мне какой-нибудь интересный вопрос. В рамках моей компетенции компьютерное железо если что. С удовольствием на него отвечу. Приходите, пообщаемся. На этом все. Всем пока и до следующих новостей.